В Омске высадился зеленый патруль. Крупнейшая в стране общественная организация сегодня официально объявила о начале деятельности в нашем городе. На протяжении двух недель специалисты, вооружившись самым современным оборудованием, будут производить замеры, выезжать по звонкам горожан туда, где возможны загрязнения окружающей среды. Почему патруль обосновался именно в Омске и к чему это приведет, знают Денис Ионос и Сергей Гаврилов. Зеленый фон и логотип сразу дают понять о том, чем занимается организация охраны природы и окружающей среды. Зеленый патруль, как оказалось, уже несколько дней тайно работает в Омске. Задача общественников выяснить, чем дышит Омск. В разных частях города сутки напролет работали специальные измерители. За неделю зафиксировали увеличение концентрации в атмосфере формальдегида в 3-4 раза. Это район шинного завода. Формальдегид – это вещество опасное, активно воздействует на нервную систему. Жители, которые попадают под эту волну выброса, реально подвергают свое здоровье угрозе. Уточненная информация о том, что наивысшая концентрация наблюдается в районе Сент-Экстильщик. Это чуть дальше от этого поста, примерно в одном километре, промплощадка, предположительно, по адресу улицы Индустриальная, дом 11. Мы уточнили, что эта промплощадка принадлежит предприятию под названием «Планета-центр», которая занимается изготовлением различных полиэтиленовых пленок. И будем запрашивать Роспроднадзор о проведении внеплановой проверки этого предприятия и уточнение, имеется ли формальдегид у них в списке разрешенных для выброса веществ. И каким образом могло получиться так, что в жилой селитебной территории превышение по этому веществу еженочно наблюдается последнюю неделю. Негласные проверки, но не на предприятии, а по обращениям омичей, будут проводить в течение двух недель. На это рассчитана программа «Зеленого патруля». Организация финансируется администрацией президента России. Роман Пукалов профессионально связан с экологией последние 30 лет. И находясь в Омске уже три дня, сделал вывод – с экологией в городе не так плохо. В подтверждение – сводная таблица, где по определенным параметрам зеленого деления больше. Это хороший показатель. Омск – четвертый город в программе. Планируют создать филиал. Уже сейчас в него входят около 30 волонтеров. Наш представитель – эколог-эксперт Алиса Мурашова. А мячи, по словам девушки, активно включились в работу. Основные жалобы, которые они говорят, это о воздухе в районе ТЭЦ-5, в районе шинного завода, завода пластмасс, технического углерода, завода СК. То есть мы будем выезжать, отбирать пробы воздуха и уже по результатам анализа делать какие-то выводы. Единственное, что можно сказать, что на этих заводах назрела острая необходимость модернизации производства, так как оно действует еще с советских времен. Есть звонки по поводу полигонов твердых бытовых отходов. Проверка ждет и уже недействующие мусорные склады. По нарушениям общественники составят акты и передадут в надзорные органы. Такая практика уже есть. На днях стало известно, что штраф за нарушение земельного законодательства получила продовольственная корпорация Оша. Несколько гектаров земли завалены мусором, гниющим под солнцем. Первые данные на основе проведенных исследований публикуют уже 5-7 июля. А вот полная картина и статистика по экологической ситуации в Омской области появится не раньше второй половины сентября. Общественники ждут звонков от амичей. Жаловаться зеленому патрулю можно по номеру телефону, который вы видите на экране. Денис Уонос, Сергей Гаврилов, Антенна-7.